В преддверии масштабного фестиваля «Рок над Амуром» телеканал «Губерния» продолжает серию специальных репортажей о жизни рок-н-ролльной тусовки в Хабаровске. Какими были первые фестивали хабаровских групп и кто зарабатывал на концертах, расскажет сейчас Татьяна Репина. Группа «Праймарий Аспект» – молодая рок-банда, но у барабанщика и вокалиста за плечами уже десяток музыкальных проектов. Константин Семенов и Павел Инзаркин впервые вышли на хабаровскую сцену в 80-х. Группа «Политена» Сергея Фалилеева, дай бог ему здоровья, играли на втором воролиже в пионерском лагере «Дубки», ну как ансамбль там поселенный был. И по вечерам мы были крутые, везде магнитофоны, а у нас ансамбль. Это мы играли на крыше, на крыше 20-й школы, вообще 82-й год, просто вынесли аппаратуру и просто вынесли мост там всем. Пока милиция не приехала, они не могли нас с нее стащить. Программы выступлений, бейджики и снимки барабанщик привозил с каждого фестиваля на Дальнем Востоке. За 40 лет архив скопился приличный. Организаторами фестивалей в то время чаще всего становились сами рокеры. Аппаратуру собирали с миру по нитке. Хорошего звучания в залах, как правило, не было. Но в том же Доме культуры в Досах собирали до тысячи зрителей. Любительские концерты для начинающих групп устраивал Владимир Хмелек, просто поклонник тяжелого рока. У Хмелька было, во-первых, однодневно всегда. Количество групп было максимум 6. И в основном были все местные. Он давал возможность выступать местным группам. Вязанкин тоже давал. Но у Вязанкина когда-то все очень серьезно развелось, он уже стал критерии соблюдать. Но это, в принципе, правильно. В 90-х за рок-тусовки в Хабаровске взялись бизнесмены. Музыкантов собирали в клубах у дороги Т-34 и ключ. Приезжали из Магадана, Владивостока, Комсомольска. Рок мог греметь до двух дней. Такая музыка воспринималась как импортный товар. Спрос был всегда. Классикой и легендой хабаровского тяжелого рока сейчас музыканты все как один называют группу трек и ее лидера Юрия Пепса. Но известный в Хабаровске не значит богатый. Заработать хоть что-то можно было на фестивалях, которые устраивала мэрия города. По итогу мы получили премию 6 тысяч рублей. А Соколова тогда подписано, да, материальное такое выступление было. То есть мы разделили четко по 2 тысячи рублей. Слабые крики и жидкие хлопки. Давайте начнем по другому. Здравствуйте! Один из немногих, кому удалось заработать хоть что-то, оказался ведущий рок-фестов Алексей Скорзов. Денег не дали, но по блату поселили в общаге, куда на время фестивалей селили группы. Приезжали, бывало, без приглашений и в угольном вагоне. Приехали, надо отмыть. Говорю, ну, команде надо селить, надо кормить. У тебя 300 человек приезжают на фестиваль, а время тяжелое. Стать ведущим крупнейших рок-фестивалей Хабаровска Алексея Скорзову предложил коллега по радио Юрий Визанкин. Выйти на сцену перед толпой рок-фанатов, говорит, было страшно. Но публика приняла. Я на третий день попробовал разбежаться и прыгнуть в толпу со сцены. Я тогда был более хрупкий, чем сейчас. Ну, просто я смотрю, забегают, пока охрана не убрала, раз, туда, в толпу. И было страшно, но меня приняли. Милиция на всякий случай дежурила на каждом концерте. Но драки случались редко. Максимум поклонники могли запрыгнуть на сцену, побрататься с музыкантами. Рок всех объединял. Ну, я просто знаю, что это сумасшедшая работа. И ты... ну, вот они ее делали именно на пределе, без особой финансовой поддержки. Молодцы, молодцы, администрация ТОГУ. Они реально, как бы, помогали. Это было просто здорово. Крупнейший за всю историю рок-сообщество в Хабаровске рок-фест собрал рекордные 3000 зрителей в 2004 году. С тех пор такие масштабные музыкальные марафоны хабаровских групп над Амуром не звучали. Татьяна Репина, Константин Пестеров, Павел Вегалин. Телеканал «Губерния».